крымский мост крымский мост гостиница в которой мы остановились славянске на кубани ну что он хорошие номера отлично отдохнуть 400 сколько там 60 километров сделали отдых и еще 400 километров до алушты просмотрели достопримечательности гостиницы и дорога дорога мелькают церкви сады краснодарский край конечно очень богато всяческими там сельскохозяйственными вещами вот они сады персиков и наконец таки мы заезжаем на крымский мост вот видите вы весь крымский мост ну что хочу сказать дорога к крымскому мосту примерно километров наверно 10 до крымского моста километров 10 ну идеальные что касается подъездов и дальше обычная дорога в краснодарском крае вот видите какая красота все тут огорожено дорожка но у ровная асфальт вот такой бы асфальт был бы везде увы такого к сожалению нету так мы на крым едем на крым едем не спеша на нашем боливаре я его называют чернушка очень машина надежная хорошая комфортная вот теперь показалось море то ли азовская то ли то ли черная уже вдали арки моста появились появились арки моста белый конечно конечно очень хорошее решение выкрасить мост в белый цвет он так как то тогда над морем парит заснимаем это явление слева это железнодорожный мост он еще строится кстати там были пути старые железнодорога ну вот решили совершенно новую рядом с ней сделать и вот она дожит выше нежели автомобильный мост опять что-то делает что-то доделают что-то подделают и вот такая картина наблюдается по всей дороге это создает если поток такой довольно таки большой пробки но мы как-то проскочили что пробок никаких особо не было так красавчик мост вот мы все ближе 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 идем как бы сказать так в горку ну естественно арка моста должно быть большой чтобы там большие корабли проходили не цеплялись за нее и вот мы въезжаем проехали и у нас теперь пошла 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 трасса таврида опять таки она строится вернулся Мечеть, пожалуйста, вот, да, мечеть, да, мечеть, да, вот такая мечеть, мечеть. Мечеть. Навигатор нашел более короткий путь, не используйте навигатор в Крыму, он вас заведет по каким-то партизанским тропам и в результате дорога станет еще более длинной, нежели она была до этого. Я вам настоятельно рекомендую этого не делать. Видите, что за дорога. Наконец-таки пошли какие-то населенные пункты. То ли село Доброе, то ли еще что-то там такое. Дождик кончается. И мы начинаем спускаться, спускаться. То есть трасса Таврида, она идет как раз по центру Крымского полуострова. Где сушь, ну и вот, и был дождь туда дальше. Потом мы съезжаем с нее и начинаем приближаться к морю. Здесь уже не степь выжжена, а вот леса, все зелененькое. Недавно только был дождик. Это уже мы приближаемся к Алуште, то есть дорога на Ялту. Здесь интересные такие виды. Идут троллейбусы. Троллейбусы более-менее заменили. Вон какой-то камень там виден, якобы напоминает какую-то там скульптуру. При желании можно себе все что угодно вообразить. И наконец-таки Алушта. Все, заворот налево. И мы продолжаем спускаться к морю. Заправки еще какие-то. Вот наконец-таки мы въехали в Алушту. Прежде чем найти наш центр, остановились здесь. Это уже сидит мой соперник. Справа Саша Ковач записывает, делает заявку. В почках нету. В почках нету. Желчный пузырь чистый. Очень чистый. Поцелунки чистые. В аорте, говорит, никаких холестерина. Ничего вообще. Прекрасное состояние у нас. Я говорю, а почему тогда болит? Я вот лягу так. А это какая-то ребра, как еще. Как, знаете, где-то так неудобно зашип. Грудину сильно зашип. Верталки у меня не было. Только начало восстановиться. После 29 дней, да? Голода. Здравствуйте. 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 Доброго здоровья. Я после этой, как грудину зашип, на море уплывать, 10 махов, все, задыхаюсь, и на дно иду я. Даже тут не могу. Я боялся платья. Ничего, начинаю плавить. Ну, 50 метров проплываю на махах, туда надо восстанавливаться. Так шарики пока. Фидул с тобой кофеин разморачивал. Удар был сильный. Удар. В машине я. Мне рулем проломило 4 ребра. И ушибся. Ноги все были синие, елки-палки. Грудина сильно зашиплась. Дышала. Потом пошел на МРТ, когда снимок делали. Там и вмещение позвонков. Я еще немножко подпановил. У меня зрение было слабенькое. Ну, по крайней мере, чуть не в очках. А потом вверху поднимался. У меня сейчас поединился. Я вот в диспансер ходил. Этот врач-невец гергический какой-то. Раз. Я снизу вверх прочитал. Подлеживаешь-подлеживаю. А потом вверх прочитал. Открывает дверь этого пацанов. Целые приходят. Вот, пацаны, смотрите. Человек уже на пенсии восемь лет. А его хоть сейчас в армию берут по зрению. Я саму низкую строчку видел. А вы все слепошары любите. Все в очках. А что сейчас? Как у тебя? Все у них не дыхательные способности есть. Зрение садят, елки-палки. Никакого у них, то что у нас было, подвижных игр, которые у нас были сейчас. Ничего нет. Раньше мы играли в такие игры, как Папаганяло, Чижик, Лаптуна. Улица на улицу, Лаптуна, дворовые команды были, футбол. Никого нигде ничего не найдешь. Все такие виды спорта даже пропали назад. Все. Похоронили. Современные технологии похоронили. Поднимать будете? Да. Считал, считал. Сто шестьдесят и двести два. Результаты. Сто шестьдесят, но я сто девяносто семь, двести два на раз брал. Ну, просчитал, что двести два было заявлено. Ну, я сто тридцать и сто семьдесят делал. Семь. Мастер спорта, я помню. Ну, после этого и позвоночник. Засадил вот немножко чуть-чуть. Поправился чуть-чуть. С гирей как-то тюже. А то совсем было плохо. Идешь, идешь, как отступишь. И все, я на три. Наверное, протрули были. Идешь, скорее всего, хрящи познатили. А сейчас? Помог мне. Помог. Сейчас нет. Я, по крайней мере, с гирей работаю. Так вот. Чувствую, когда нагрузишь мне мышец. Ну, не болит. Раньше меня на моей машине домой привозили. Как это, наверное, неудобно. Как это? Хватит. Я до педалей не могу. Закусить, да? Гнет и все вот так вот. Сгибает все. Меня вот после соревнования вытаскивают на заднем сиденье. Привозили домой. И три дня отлеживался. Пока мяч выпрямлялся. Вот такие были моменты. И три дня отлеживался. Ай! Ай! Вон! По! 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 П! 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 Суть задачила, дело суть. Суть задачила, дело суть. Решил прогуляться по Алуштин Выходим с этого тренировочного центра Российского И идем вниз к морю Парк Вот такой вот парк Хотелось узнать Где я буду кушать К сожалению Денег никаких не дают На соревнования То есть если ты хочешь участвовать В этих соревнованиях Это все делается в частном порядке Заявка Проезд Проживание в гостинице Питание Это все твои расходы Вот такая красота В Алуште Какой-то вот памятник такой Еще до царских времен Но чтоб он был не царский Пожалели его сносить Над ним водрузили звезду Звезду Мужик большой Это наверное копать Пошли поставь Курки В Алуште Проживание В Алуште В Алуште В Алуште Пой В Алуште Продолжение следует... 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 Прекрасный... Кормят... Отлично... Кормежка была... Отличная... Но правда... За свои собственные деньги... Набирали блюда... И вот смотрите какие... Оооо... Уплетаем как... Хорошо... Кто на что гораст... Андрей... Позови ее... Скажи... Психуем мы все... Скажи... Они психуют... Давай бегом... Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!